Привет всем любителям физики и физического эксперимента! С вами Андрей Щетников и наш сегодняшний ролик будет посвящен такому физическому явлению как биение. И начну его с демонстрацией следующего опыта. Здесь у меня на установке имеются два маятника и на каждом маятнике закреплен неодимовый магнит, так что эти магниты отталкиваются друг от друга, но не очень сильно. И теперь я отвожу один маятник в сторону, отпускаю его и вот что происходит. Первый маятник останавливался и раскачал второй маятник, теперь второй маятник остановился и таким образом маятники раскачиваются по очереди и останавливаются по очереди. Вот это явление и называется биением связанных маятников. Устроим связанные маятники еще одним способом, закрепив их на общем нитяном подвесе. Я отвожу в сторону первый маятник, отпускаю его и второй маятник постепенно приходит в движение. Смотрим, что будет дальше. Первый маятник остановился, а второй раскачался. Теперь раскачивается первый маятник, а движение второго постепенно уменьшает амплитуду. Вот второй маятник остановился, сейчас качается первый и этот процесс обмена движениями или можно сказать процесс обмена энергиями маятников будет продолжаться дальше и дальше. А теперь рассмотрим еще одну модель биений, в этот раз построенную в программе живая физика. Здесь имеются два тела равной массы, закрепленные на двух достаточно жестких пружинах, а между этими телами стоит еще одна пружина, относительно мягкая. И вот мы берем и сдвигаем красное тело в сторону и запускаем его. И мы видим, что красное тело постепенно передает свою энергию зеленому телу. Вот оно остановилось, теперь колеблется зеленое тело и передает свою энергию красному. И такой обмен энергиями будет продолжаться здесь и далее. И вот мы воспроизвели явление биений в трех разных опытах. А теперь нам надо перейти к его объяснению и для этого я вернусь к нашей первой установке и введу понятие о собственных колебаниях или как их иначе называют собственных модах системы. У этой системы две степени свободы и две собственные моды. То есть два таких режима колебаний, при которых система воспроизводит себя от периода к периоду. Первая собственная мода это колебания маятников в фазе. Я их отвел в одну сторону, отпустил и дальше они так и будут колебаться. Ну и расстояние между ними меняется слабо. Это означает, что возвращаются они, все время отклонившись от положения равновесия, только за счет силы тяжести и не за счет магнитной силы. А вторая собственная мода, в которой маятники колеблются в противофазе. Я их вот так свожу, отпускаю и маятники сходятся и расходятся. И такие колебания будут продолжаться дальше. И еще надо заметить, что у синфазной моды частота колебаний составляет 0,97 Гц, а у противофазной моды частота несколько выше и она составляет 1,08 Гц. Но и оно понятно, потому что это вторая противофазная мода. Она жестче. Маятники отводятся назад после сближения не только силой тяжести, но и силой отталкивания магнитов. Следующая идея состоит в том, чтобы представить начальное состояние системы, в котором один маятник висит вертикально, а другой отклонен на угол α, как суперпозицию или сумму двух начальных состояний, соответствующих двум собственным модам системы. В одном из них оба маятника отклонены в одну сторону на угол α пополам, а в другом они отклонены на угол α пополам в противоположные стороны. И если мы эти начальные состояния сложим, то для левого маятника у нас получится угол α, а для правого маятника угол отклонения будет равен 0. А дальше эти две собственные моды живут каждая своей жизнью, а то, что мы видим, это их сумма в каждый момент времени. И теперь немного математики. В первой строке я записал в векторном виде уравнение, которое показывает, как будут углы отклонения обоих маятников от вертикали зависеть от времени. Первый маятник, второй маятник, они здесь помечены римскими цифрами. А здесь стоит сумма двух мод, первая мода и вторая мода. В первой моде у нас маятники отклоняются в одну сторону, это показано двумя единичками. И здесь у нас, соответственно, есть косинус омега первая, это осцилляция первой моды. А здесь у меня мода такая, что стоит единичка и минус единичка, маятники отклоняются в противоположные стороны. Ну и там стоит косинус омега 2d, вторая частота. Вот, теперь я то же самое переписал просто в две строки. Ничем не отличается вот эта синяя запись от красной. И здесь у меня стоит сумма двух косинусов, косинус омега 1t плюс косинус омега 2t, а здесь разность двух косинусов. Ну и, соответственно, сумма косинусов преобразуется, как удвоенное произведение косинуса полусумы на косинус полуразности. Вот это у меня здесь как раз и записано, а разность косинусов, удвоенное произведение синуса полусумы на минус синус полуразности. Ну и я вот здесь сразу знак под синусом поменял, написал омега 2 минус омега 1 пополам. И вот мы видим, что в одной формуле, что в другой, вот в этих красных, произведение двух косинусов. Один осциллирует с частотой омега 1 плюс омега 2 пополам, средняя арифметическая частота двух мод. А другое осциллирует с частотой, которая равна полуразности частот. Но у нас частоты близки друг к другу, поэтому и вот эта частота, она примерно та же самая, что у каждой из двух мод, средняя арифметическая. А вот здесь-то у нас стоит разность, которая много меньше каждой из частот. И поэтому вот этот косинус осциллирует медленно, а вот этот косинус осциллирует быстро. Ну а здесь синусы ведут себя точно так же. И вот этому косинусу соответствует быстрая осцилляция системы. А вот этому медленное изменение амплитуд этих быстрых осцилляций. Чтобы визуализировать всю эту математику, вернемся к нашей модели в программе «Живая физика». И вот мы видим здесь и быстрые колебания обоих грузов, и медленные огибающие, которые показывают нам, что когда один из грузов практически останавливается, амплитуда колебаний другого действительно достигает максимума и наоборот. И вот с математикой биений мы разобрались, но у нас остался еще один хороший физический вопрос, на который тоже надо ответить. Вот я уменьшил число магнитов и поднял магниты повыше, чтобы ослабить связь между маятниками. Качну один маятник. Ну и система пришла в движение. И давайте представим, что мы подождали до такого момента, когда оба маятника качаются примерно с одинаковой амплитудой. И вот мы на них смотрим, и вроде бы они друг от друга ничем не отличаются, но при этом мы знаем, что сейчас один маятник отдает энергию, а другой получает ее. И как узнать, какой из этих двух маятников отдает, а какой получает? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте-ка замедлим видео и посмотрим на маятники в более медленном режиме. И вот мы видим, что правый маятник, который, как мы знаем, сейчас отдает энергию, проходит нижнюю точку раньше, чем левый маятник, принимающий энергию. Это значит, что отдающий энергию маятник опережает принимающий по фазе. И именно за счет этой разности фаз и происходит передача энергии. Я трассировал движения обоих маятников, построил графики их горизонтальных скоростей. И вот мы видим сдвиг фаз между малиновой и зеленой синусоидами. И мы можем сказать, что малиновая линия принадлежит отдающему энергию маятнику, а зеленая – принимающему. И вот на этом месте элементарная часть этой науки заканчивается. Но у меня появился вопрос, который за рамки самой элементарной теории выходит. Дело в чем. Когда мы написали зависимости угла отклонения первого и второго маятника от времени, здесь у нас для быстрых колебаний в уравнениях стояли косинус и синус. И это означает, что ведущие и ведомые в данный момент маятники по фазе расходятся в теории на 90 градусов. Но, тем не менее, в нашем эксперименте расхождение по фазе, если посмотреть на эти графики, явно составляло меньше 90 градусов. Так в чем же тут дело? Чем наша система отличается от той, которая рассматривалась в элементарной теории? Ваши соображения на этот счет? Пишите в комментарии к этому ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok